дисциплина менеджмент науки новых технологий лекция номер одиннадцать основы лидерства и стиле руководства лидерство это одна из сложных тем которые вызывают много теоретических споров и разногласий важно что нужно ответить на ряд простых вопросов кто является лидером и что делает эффективный лидер а также является лидер универсальным или это зависит от различных ситуаций личностные теории основаны изучение личностных характеристик руководителей предполагается что успех руководителя его врожденные качества таланты руководителем не становится имени рождаются так называемой демотивации индивидуума исследование упоминать наиболее важные характеристики интеллект руководитель должен быть умнее людей которыми руководит инициативность способность распознать необходимость действий и предпринимать требуемые действия уверенность себя лидер должен быть уверен в себе правильности того что делает его уверенность должна чувствоваться окружающими но не принимать форму самоуверенности способность смотреть на ситуацию с высоты так сказать подняться над ситуацией абстрагироваться от деталей увидеть общую картину а затем спуститься на землю чтобы уделить внимание детали в 1960 году дуглас макгрегор опубликовал свою точку зрения на биполярных мнений о том как надо управлять людьми теория x и теория y представлены в книге человеческая сторона предприятия которая завоевала широкое признание у менеджеров согласно теории x во первых человек изначально не любит работать и будет избегать работы во вторых человека следует принуждать контролировать угрожать наказанием для достижения цели организации и в третьих обычный человек предпочитает что им руководили он избегает ответственности согласно теории y во первых работа также естественно как игра для ребенка во вторых человек может осуществлять самоуправление и самоконтроль награда результат связан с достижением цели и в третьих обычный человек стремится к ответственности согласно титу успешный руководитель общительный смел решителен ему присуща цельность воображение честность энтузиазм большой запас жизненных сил а даже говорит об успешном руководителе его отличие в том что вводить уметь работать самым разными людьми рано проявившие умнение брать на себя ответственность опыт руководства появившийся в начале карьеры большой опыт работы при выполнении деловых функций приобретенных еще до достижения середины карьеры в теориях стиль руководства внимание акцентируется на стиль поведения руководителя в отношениях с подчиненными и утверждается что определенный стиль поведения способствует решению одной из главных задач менеджера заставить подчиненных усердно трудиться и добиваться требуемой производительности забота о выполнении задачи и забота о людях уайт и лилит в развитии идеи макгрегора его теории x y выделили три стиля автократический когда менеджер решает что и как делать демократический когда решение принимается после обсуждения с подчиненными и либеральный когда члены группы работают самостоятельно а вмешательство менеджера свете сведено к минимуму предпочтение демократическому стилю руководства как обеспечивающим оптимальное сочетание качества и производительности теория блэк и мутона для описания стиля управления авторами были выбраны два параметра внимание к производству и внимание к людям наиболее эффективным авторы считают стиль управления командой при любых обстоятельствах стиль рассчитан на долговременность и установление доверительных отношений авторы доказывают возможность изменения менеджерами своих сферий руководства и возможность обучения этим навыкам общим для большинства исследователей стиле руководства является вывод о том что демократические стили более продуктивны долгосрочной перспективе поскольку большей степени обеспечивает лояльность и использование потенциала людей ну это относительно не всегда верно и существует также ситуационная теория практика показывает что наилучшего стиля руководства не существует применяемый менеджером стиль должен изменяться в зависимости от контекста главное отличие отрицается существование универсального наилучшего стиля руководства утверждается что подходящий стиль зависит от контекста но здесь приведена диаграмма тянембаума шмидта автократический стиль усиление демократической стили соответственно с увеличением сильENE рима ток anecdote七es перстиле использование власти в млечении в сторону тянембаума шмидта knowledge dochcker curieux только увеличивается степень света починенных по тянембаума шмидта стиль зависит от четырех переменных во первых я первым первым это руководитель, его личные качества и предпочитаемый стиль. Вторая переменная это подчиненные, их потребности, устремления и науки. Третье, задание, требование цели работы, которая должна быть выполнена. И четвертое, это контекст, организация ее ценностей и традиции. Задача состоит в том, чтобы добиться пересечения всех четырех переменных. В случае отсутствия согласования необходимо изменить одну или несколько переменов, находящихся в области контроля менеджера. Хокинс рассматривал лидерство как процесс. Лидерство может быть оценено как специфический вид процесса. Лидерство заключается во влиянии на людей, примемыми для них способами в отношении ключевых проблем, которым сталкивается группа или организация. Лидеры это те люди, от которых ожидается, что они должны влиять. Или они воспринимаются, как влияющие на важные вопросы и проблемы. Лидерство в группе может быть распространено на одного человека или более широко. Пособности и навыки лидерства Есть три основных функции лидерства. Стратегическая функция, функция задачи и межличностная функция. Стратегическая функция Развитие чувства направления в группе организации. Функция задачи Определение задач, выполнение которых необходимо для достижения целей группы и контроля за эффективным их выполнением. Межличностная функция Поддержание морали, сплоченности и приверженности группы. Способности и навыки лидера включают Во-первых, уметь организовывать сети связей. Во-вторых, уметь предоставлять интересы других людей, быть послом этих людей. В-третьих, умение общаться. В-четвертых, умение быть ролевой моделью для подчиненных. В-пятое, умение поддерживать мораль, сплоченность и приверженность. Продолжение следует...